Канал Аль-Иртисам представляет Мир вам, милость Аллаха и его благословение Хвала Аллаху, Господу миров Мир и благословение Аллах, его пророку и посланнику Мухаммаду Его семье, женам, сподвижникам И всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня А затем Мы продолжаем серию лекций, посвященную основам шиитов На прошлых уроках мы подробно рассказали О отношении шиитов к сподвижникам в общем Затем поговорили об отношении шиитов к Абу-Бакру И что они говорят о них вместе взятых В этой передаче мы с соизволения Аллаха Всевышнего Поговорим о том, что шииты говорят Про третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана Вам слово, шейх Бисмиллах, альхамду лиллах Вассалату вассаламу аля Расулиллах Усман ибн Аффан, радия Аллаху ана Дзин нурайн Аблада дво света это дочери пророка Умм Кусум и Лукайя Пророк, когда оба дочери умерли сказал Если мне еще третья дочь была бы Тоже выдал бы за Усмана, радия Аллаху ана Это Усман, радия Аллаху ана Как и Аббакр и Умар Усман тоже один из десятерей, которые в одном хадисе Вместе, которые были обещаны им рай И много вещей такие были при пророке И стесняются от него ангелы Это наш Усман, радия Аллаху ана И какие отношения были Усмана с Али Книги Шиитские книги рассказывают Кашфуэль-Умма Первый том, 34 страница Когда Али ибн Абиталиев хотел жениться И пошел продать свой Это колчуг Да, колчуг пошел продать И Усман Аббакр взял его Купить себе И отдал деньги из-за этого колчуга Потом, когда он, Али ибн Абиталиев Когда деньги взял И колчуг в руках Передал Аббакр Усман сказал Ты более нуждаешься этому колчугу И обратно вернул колчуг тоже Подарил как на свадьбу Да Это отдал Еще колчуг тоже отдал И Потом я пошел Этот все Этот махр Али ибн Аббакр сам рассказывает Взял этот колчуг И эти деньги Перед пророком бросил Сказал этот махр И рассказал Что Усман сделал Пророк Салам Хороший дуа сделал Для Усмана тоже Ради Аллаху ана Эта история рассказывает Шиитские книги Не мы После этого удивляешься Как могут Это одно и то же люди Это тоже рассказать Потом это тоже Рассказать На него наговорить Наговаривать Просто одно Потому что как всегда У них убежище есть Которые они говорят Тукья Маскировка И Али ибн Аббиталиев Достойная информация У шиитов Что он дал Присяг Тоже Усману Этот Амали Литуси Передает Пецусимом Странице Если За то что они Не помогли Усману Не охраняли Его Когда хотели Его убить День блокады Да Али ибн Абиталий Зашел Таким грустным Домой И Сказал Как убили Амиру Му'менина Вы У дверей Стояли Как это возможно Призвести И ударил Хасану По лицу И ударил По груди Хусейну Тоже От злости За то что Они пропустили Кого Могли Проникнуть И За то Усмана Убить Как Говорят Вы там Охраняли И могли Допустить Такого Вот Али ибн Абиталий Какие отношения Были у него Усмана Усмана Какие отношения Были Али ибн Абиталий Это Нет сомнений В наших Сунинских Книгах Я это говорю Что были Доказательства Для тех Людей Которые Себе Назвают Шиитами Это в ваших Книгах Тоже Есть Просто Ваши ученые Это вам Скрывают Здесь даже Покажет Скажет Это была Тукья Это была Маскировка Чтобы Что-то Так Это так Всегда Находят Такие Скользкие Выходы Из этого Подумайте Своим Умом Такие Отношения Которые Есть Люди Отношения Алия Мы знаем Отношения Алия Саум Как были Знаем Здесь Тоже Усман Отдал Махар Чтобы Али Женился И Дай Отдал Байад И ударил Свою Хасана Хусейна Когда За то Что Кафира Убили Хасана Хусейна Ударили Как это Понятно Наоборот Должен был Радоваться Что Одного Тогота Ушел Если Он Таковым Являлся Да Так Обидно Шех Вот эти Вещи Вы читаете И слышать Получается Те люди Которые Они говорят Мы их Возвеличиваем Они Всю Свою Жизнь Прожили Обманывая Других Людей И Маскируя Свои Убеждения Так же Маскировав Убеждения Они 90% Сами У нас Акейда Это Тукья 9 из 10 Частей Лилигии 9 частей Это Тукья А сейчас Посмотрим Что Они Говорят Ихни Шуех Их Шуех Кто Они За Али Не Пошли И Все Выкидали За спиной Они Говорят Начали Проклинять Усмана На Афана Сказали Он Кафир Усмана Другого имя Не было У людей Во рту Кром Он Кафир И Наговарив На Хузей Что Он Сказал Нет Куфри Усмана Что Он Является Кафир Никаких Сомнений Нет А Это Чтобы Тем Люди Которые Не знают Скажем Хузейф Это Хранитель Секретов Пророка Который Знал Список Лицемеров Это Книга Хак Кул'я Кин Первая 247 Страница Еще Они Говорят Сахаба Таби Иссалихин И Другие Верующие Единогласные Многие Говорят Что Усмана Афан Был Дозволен Его Кров И Надо Бы Поспешить Убить Его И Нельзя Было Его Помыть И За Него Молиться И Даже Закопать Нельзя Было Его Это Тоже Передает Тоже Хак Кул'я Кин 248 Страница Первый Том И Также Ихни Шейхи Говорят Одиногласные Небричастность Небричастность Это Одиногласные Мнение Шиитов Что Он Из Ислама Вышел От Имана Вышел Это Одиногласные Мнение Это Тоже Этим Книги Первый Том 249 Страница Хак Кул'я Кин И Они Говорят Что Одиногласные Мнение Таби И Тоже Было Что Это Правильно Сделали Что Усмана Убили Это Халал Людам Почему Потому Что Он Был У Шиитов Что Он Был Кафиром Что Дозволен Его Убить Не Знаю Что Сказать Они Говорят Вазаг Вот Этот Ящериц Вазаг Это Тоже Говорят От Группы Усмана Шииты Аши От Усмана От Группы Усмана Это Ящериц Историю Рассказывает Многие Мужчины Говорят Абу-Джафр Алейхиссалам Их Имам Их Имам Который Они Считают Но Этот Наговор На него Когда Про Усмана Они Разговаривали Начал Издавать Звук Ящерица Абу-Джафр Абу-Джафр Рассказал Вы Поняли Что Он Говорит Я Говорил Я Сказал Я Не Знаю То есть Люди Которые Сидели Вокруг Абу-Джафр Рассказали Мы Не Понимаем Мы Не Знаем Чего Он Говорит Он Говорит Или Говорит Вы Будете Молчать Про Усмана Не Будете Про Усмана Говорит Или Я Начну Ругать Али Это Той Передает Басайру Даражат Второй Том 180 Первая Страница Эта Стория Есть Это Не Сказки Это Не Мультики Это Женские Их История Они Говорят Хусман Аффан Ради Аллах Из Корана Удалил Трех Вещей Один Из них Мана Куран Удалил Оттуда Ахл Бейт Алей Алей Ассалам Кураш Которые Проклинили Кураш Тоже Брал Оттуда Не Знаю Что Они Кураш Хотят Потому Что Они Этих Людей Абубакр Другом Это Аят Тоже Удалил И Говорит Алейх Миналлах Май Истахак Этот Мухаммад Бакир Альбан Джиси Таскир Амир Имма Девятый Страниц Эта история Еще с головы Не уходит С этим Ящериц Абубакр Абубакр Сказал Усман На него Свидетели Многие Что Он От имана Ушел Ну Много Много Тоже Ничего Не скажем Они Говорят Самое Интересное Они Говорят Что Жена Усмана Умерла От Удара Усмана Что Усман Побил Ее Убил Свою Жену Дочка Пророка Рукайя Третий Том Третий Том Так Говорят Что Усман Афан Его Ребра Поломал Не знаю Как быстро Ребра Ломает Жен Умер Поломал Дочки Пророка Солоса Фатим Ребра Здесь Усмана Афан Ломает Дочки Пророк Молчит Ничего Он Еще Жив Был Ну Да И Еще После Этого Еще Вторую Дочку За Него Отдает Дочку За Него Отдает Которую Я до Сих Пор Не Знал Которую Сегодня Прочитал В их Книгах Очень Интересная История Про Дочереп Рука Все Что же Можно Сказать На Дочери Пророка Как Мы Вспомнили Пророк Солоса Если Был бы У Мне Еще Дочка Я Еще Отдал Усману Если Ребра Ломали Пророк Солоса 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 Да Я Говорю Любовь Вечер Сказка Придумать Очень Легко Мы Говорим Где Рука Почему Умм Кусум Не Хвалите Али Вы Говорите Он Зят Пророка Солоса Солоса Тогда Осман Двойной Зят Два Дочери Пророка У него Были Они Придумали Историю Рука И Умм Кусум Не Были Дочерями Пророка Солоса Солоса Они Говорят Были Дочерями Хадиджи Ради Аллаху Анах От Других Браков Пока Пророк Солоса Не Женился Аллах Не Знаю Как День Когда Уже Хороший Солнечный День Отрицать Солнце Легче Чем Отрицать Что Умм Кусум И Рука Были Дочерями Пророка Солоса Они Говорят Вот О Разумней Подумайте Об этом В сказках Просто Это Скирват Они Ищут Сунниты Такой Раздувают Пиль Это невозможно Закрыть Из этого Кази Абдулджабар Говорит В своем Книге Называется Книга Он Говорит Многие Имамиты Говорят Что Он Своего Родственника Поставил Халифам И Называют Против Талха Изубар И Аиши Что Они Пошли Басра Это Почему Так Говорят Потому что Они Слабые И У них Доказательства Не Остались Начинают Такие Вещи Говорят Почему Аиша Вышла Почему Талха Вышла Почему Это Раздувает Это Потому что Нет Доказательства То Что Они Хотят Сказать Если Даже Али Усмана Не Поставил Своих Ростников И Не Сделал То Что Он Делал Все Он Был Кафир У них И Мушриком За То Что Он Имамом Был И Абу Бакру Умар За То Что Имам Считал Если Даже Аиша И Зубар Были В Армии Али Все Они Были Кафир За То Что Они Считают Аббакру Умар Имамами Из Этого Не Стоит Нам Стараться Не Была Аиша Такой Это Они Все Раздувают Когда У них Нет Доказательств И Так Они Кафир У них Как Мы Пречитали Ривая Что Только Три Сподвижники Или Четыре Или Пять Остались В И Остались Нам Которые Остались Кто Разговаривает С Что Надо Когда Намерение Что Было Как Будто Мы Объясняем Что Это Твой Намерение Не верит Это Иудей И Твой Намерение Не верит Он Зачем Им Это Объяснять И Так Ж Говорят Абдулджабар Рахима Аллах Те Которые Разговаривают Христианам Что Почему Это Вино Считают Халалом Можно Разговаривать С Таким С Если Они Говорили Если Например Свою Родственнику Не Поставил Он Был Как Умар Тогда Можно Разговаривать Что Там Нет Никого Противлечения За То Что Он Родственнику Поставил Они Были Достой Которые Поставил Из Этого А Те Которые Даже Усмана Что Был Кафир Считают Зачем С ним Опровержание Искать Можно Обсуждать Тех Людей Которые Талха Из Зубар И Айш Другого Греха Нет Кроме Этого Даже Если Грех Не Был Которые Они Считают Кафир За То Что Они Абдул Абдул Рахман Ибн Ауф Ибн Масхуд С ним Можно Дискуссию Вести Объяснить Что Они Ничего Такого Не Сделали Какая У них Мысль Была Рассказать Ситуацию Объяснить И понять А те Которые Считают Сделают Ли Тоже Кафир Не Сделают Тоже Кафир Зачем С ним Зря Время Терят Так Говорит Абдул Кахир Кады Абдул Джаббар Он Говорит Узнает И он Разговаривает С ним Про Это Вообще И Спор С ним Где Есть Нас Куран Или Хадис Что Али Является Это Доказывает Им С ним Спор Не Стоит Этих Людей Не Уважение Ни К Аллаху Ни К С подвижником Ни К Пророк Этих Людей Послушаем Что Говорит Хумейни Он Говорит Мы Не Будем Поклоняться Господу Который Он Сам Строит Для Ибада И Справедливости Государства Например Строит Сумма Потом И сам Его Разрушает На Это Управление Сажая Язида Муавия Утмана Кроме Них Еще Тиран Сажая Я Говорит Такому Богу Я Не Буду Поклоняться Такому Богу Я Не Буду Поклоняться Который Сам Не Управляет Куда Идет Умма После Смерти Пророка Такому Господу Я Не Буду Поклоняться Хмейни Книга Кашфу Асрар Страница 123 124 Страница Второй Разъяснение Имама Третий Вопрос И ответ На это Хмейни Книга Кашфу Асрар Вот эти Слова Говорит Хмейни Валлах И Говорят Люди Мусульмане И Когда Некоторые Когда Говорил Я Даже Различие Шиитов От Мусульман Некоторым Это Интересно Стало Кто Послушает Эту Лекцию До Конца Он Узнает Чем Это Намного Лучше И Христиане И Юдей Может Потому Что Христиане И И Пророка Уважают Даже Такие Еретические Слова Которые Сделали То Что Мне Не Нравится От Иудеев И Христиан Чтобы Такие Вещи Выходили Мы Разъяснили Как ты Сказал Мы Разъяснили Что Три Имама Что Говорят Шииты Отдельности А сейчас Место Трое Они Что Говорят Они Говорят Обязан Нас После Каждого Намаза Проклинать Трех Имамов Обязан То Вот Это Усуль Там Говорится Мы Услышали Абу Абдуллах Говорит Это Говорит Абу Салим Асаррадж Хусей Нас Они Говорят Мы Услышали Абу Абдуллах Что После Каждого Это Абдуллах Мы Всегда Повторяем Что Это Имамы Вот Эти Имена Они Этого Не Делали Мы Услышали После Каждого Намаза Проклинать Четырех Мужчин Четырех Женщин Четырех Метод Имени Сказал И добавил Муавия Мама Муавия Жена Абу Суфиана Сестра Муавия Мужчин 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 Имени Сказал Кто Это Кто 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 Трое Абубакар Умар Утман Филай Латин Валкинаятан Илухраятани Трое Фулана Вуфулан Скал Они боятся Их Немас Сказать Потому что Даже Эти Самые Шииты Не поняли Трое Кто Хафса И Аиша Ради Аллаху Анхум Вот Это Он Говор Видели Абу Абду Проклинать Наговор На него Ну Вот Этих Религии Здесь Проклятые Проклятые Больше Ничего Нет Рай Это Тоже Очень Легко Кто Проклинает Этих Трое Имамов И Умрет Тот Ночь Они Автом Трое Заходят Это Тоже Говорит Их Никто Усуль Кафи Субхан Аллах Вот Эта Книга Усуль Кафи Вот Этих Бухар Так Говорится Из Обязанности Жиитских Религий Проявлять Непричастность К Абу Бакру И Умару И Утману Обязанность Дару Ряд Необходимость Да Кто Отрицает Необходимость Кафир У них Какой Дуа Это Самое Лучшее Место Их Проклят Когда Ты будешь Единственным Наедине Потому что При Лумитвении Кто Поймёт Ты будешь И дуа Знаешь Какой Я Чисто Это Просто Чтобы люди Поняли Аллах Прокляй Умар Потом Абубакр Умар Потом Утман Умар Потом Муави Умар Сумма Язид Умар Везде Умар Сумма Ибн Зияд Умар Сумма Ибн Саад Умар Сумма Шамран Умар Сумма Аскар Умар Аскар Умар Знаешь Кто Аиша Умар 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 Печатан Иран Печатан Книга 4 Том 93 Страница Почему Таксин Умар Не любит Он Уничтожил Персидские Империи Уничтожили Это Враги Тоба Если Пока Тоба Не сделает У них Тоба Тоба Что Надо Абу Бакр Умар 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 Всех От них Бара Непричастно Проявлять До Али Которые Были Халифин Они Говорят Клевету Клевету На него Говорят И говорят Он Это Не Говорил Ну Шииты Говорят Что Он Так Сказал Аллах Куран Когда Говорит Прошай Тих Кто Тоба Сделали Каялись Что Означает От чего Каялись От Виляи Ту Фулан Во Фулан Ва Бани Умай От Абу Бакра От Умара Амирства И Бани Кто Тоба Сделал От Нех Тоба Прости Так Толкует Куран Как Сам Хатят И Пошли Твоей Дорогой За Твоей Дорогой Эта Дорога Пророк Салам Они Говорят Ай Виляют Али Вали Алла На Дорогу Али Вали Алла На Дорогу Идти Их Прости Аят Толкует Как Сам Хотят На этом Останавливаемся Чтобы Кто После Тоже Будет Этих Людей Любит Или С ним Какие-то Отношения Держат Или Говорят Они Мусульмане И мы Тоже Мусульмане И Пусть Тогда Не Не Обвиняет Кроме Самого Себя После Таких Слов Если Услышит Мусульманин Рядом С таким Человеком Не Сядет Такие Вещи Даже На Пророка Салам И Идеи Христиан Не Говорили Разак Алла Хайран Шейх В Аллахе Не Перестаешь Удивляться Тем Вещам Которые Вы Приводите Истории Рассказы Тем Противоречием Вроде бы С одной Стороны Хвалят Другой Стороны Проклинают Потом Говорят То что Это Хвалил Это На самом Деле Не Хвалил Просто Он Побоялся Скрыл Свои Убеждения И Это На самом Деле Универсальная Отмазка На все Случаи Жизни Она Подходит То есть Можно Любую Вещь Оправдать Тем Что Это Была Тукья Альхамду Лиллях По милости Аллаха Мы Закончили Очередную Лекцию О Основах Шиитов Если Всевышний Аллах Даст Возможности И силы В следующей Лекции Мы поговорим На тему Как Шииты Относятся К матерям Верующих К тем Женщинам Которых Всевышний Аллах В Куране Назвал Матерями Верующих О Женах Пророка Саля Аллаху Алейхи Ассалям Ассаляму Алейкум Верахматуллах Вабаракатух